Украинские специалисты Если весь мир будет против меня и против моей красоты, а один человек будет за, я уже буду считать себя очень-очень красивым. Вы же на старте не забывайте, для нас украин важно поширювать всю зібрану информацию. Тоже, от нас хороший контент, от вас лайк. И, конечно, не забывайте подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Чем больше нас, тем гучнее лунатиме голос правды. Сегодня в Донецке на площади заметили, что раздают флаги ко Дню России, а также вместе с этим шампуни к празднику. Путин реально красава, тут без вариантов. Какое ты видишь будущее Мелитополя через три года? Ой, будущее Мелитополя я вижу просто невероятным. Во-первых, смотри, оно уже начинает происходить, да? То есть, ну, ты видишь, что все, конечно, восстанавливается. Плюс город на сегодняшний день является как бы областным городом, вот, и поток туристов, проезжающих в Крым, а это все финансы, это все деньги. Соответственно, это развитие. Ну, слушай, школы, во-первых, да, блин, можно говорить бесконечно о развитии после того, что было за нами, за нашей спиной огромная страна, где дети могут там, ну, знаешь, развиваться, учиться, получать образование. Это спорт, да, ну, любой вид спорта, то есть, они могут летать в космос, они, то есть, пойти могут отучиться, да, полететь в космос. Где такие возможности есть, в какой вообще-либо стране, покажите мне, где, где. Нету, только в России. Даже лавочка, видите, покрашена. Лавочка шкарная. Что тут сказать? Что сказать? Спасибо за приглашение. Действительно, очень круто, классно. И, вот знаешь, находясь здесь, действительно, понимаешь, что мы с тобой находимся на самой западной части нашей огромной страны. Мы, вот этот вот, понимаешь, мы самая западная часть. Ну, да, мы в какой-то степени западная, а в какой-то степени южная. Ну, да, 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 да. Так что, ссылочку на Макса оставляем в описании и огромный привет вам с необъятной, с огромной... Там тоже красиво написано, но отсюда не видно, там, с высоты, видишь? Наша сила, безусловно, в единстве там, в общем. Народи, ссылка на Макса, спасибо большое из Мелитополя, огромный привет. Поверьте мне, друзья, на слово, коли-нибудь російську пропаганду назвуть різновидом психологічных хвороб, Бо здоровые люди просто не могли бы такого выгадывать, такого писать, такого говорить и таке публикувать. Перекрутить истину – ось, власне, их хлеб. Ані слова правды, ані слова того, что насправді происходит как в Украине, так и в самой Росейской Федерации. Мы же дивимось на них винятково из науковой точки зрения. Ну, если есть те, кто изучает комах, то чему бы не быть, и тем, кто изучает российскую пропаганду. Как и всегда, мы предлагаем вам зануриться в то, что они на активнейше обговорюют на своих пропагандистских ток-шоу. И, может быть, не нужно будет доходить до ядерного какого-то противостояния, и вот это ядерный гранус. Может быть, там в голове чего-то чухнется? Или нет? Или я оптимист? Нет, я наоборот с вами согласен, что лестница эскалация, ее еще описывал американский такой философ Герман Канн, который говорил, от начала конфликта до взаимного уничтожения 44 ступени. По его классификации мы где-то там между 13-й и 14-й угрозой применения ядерного оружия в ограниченном масштабе. Но, правильно сказали, что огромное количество болевых точек США, Франции, Британии, огромное количество баз, поэтому мы легко можем нанести чужими руками, как это делают они, их противниками. А вы можете эти точки обозначить и руки эти назвать? А у меня сразу вопрос, насколько мы уверены в этих чужих руках? Мы можем им доверить какие-то современные виды вооружения? Скажем так, американцы же тоже в какой-то части закрывали глаза всего мира, что их оружие используется специалистами, которые очень опытные, и не всегда они говорят по-украински. Поэтому всегда есть механизмы, которые позволяют проконтролировать и не дать этой возможности не в ту сторону запустить. А с точки зрения чувствительной технологии, это сверхзвуковые ракеты «Оникс», которые, скорее всего, пробьют бортовые комплексы обороны. Вот на чистоту, Андрей Францович, подождите. Вот опять про людей в облегченной одежде такой, да, в летней. Они вообще сами... Вы про хуситов, что ли? Ну что ты какой бестолковый? Я сегодня в шортиках пришел и в какой-то легкой. Я тоже в облегченной одежде. Давайте теперь Трушкина будем называть хусит. Иван, хусит. Главное не оговариваться. Да, главное хусит. Да. Вот когда будешь меня все время перебивать, тогда я буду называть тебя неправильным словом хусит. Короче говоря, они сами смогут использовать это оружие так, как надо? Ну пока не правильно. Или, погодите, Александр Ильич, или нам нужно будет туда посылать инструктора, который будет рядом стоять, кнопку нажимать, через спутник наводить. Мы должны будем сделать все, кроме нажатия вот этой кнопки. Вот кнопку нажмет представитель той стороны. И именно об этом говорит президент здесь, что даже если кнопку нажимает украинский специалист, то все остальное сделали американские специалисты. Целеуказания, полетные задания и так далее. Спутниковая разведка. И они это понимают, и мы им об этом намекаем. А вот это мы можем считать повторением Карибского кризиса? Нет, вы знаете, нет почему. Потому что Карибский кризис, это две армады стояли уже друг напротив друга, американцы сказали, пересечете линию, мы открываем по вам огонь, это казус Белли, это прямой удар двух стран в друг друга, а здесь как бы через ступень. Сейчас, когда меня спрашивают, чем это кончится, у меня есть только одна версия. Я не знаю, чем это кончится, и не могу знать, и не стою ни за какими управленческими рулями, кроме упомянутого твоего телеканала «Арти». Но я не вижу никакого другого выхода, кроме того, что в какой-то момент мы будем вынуждены предъявить им ультиматум. Потому что и наносить удары этим оружием по нашей территории они разрешат, и ввести войска НАТО непосредственно на территорию Украины рано или поздно они разрешат. И рано или поздно мы должны будем сказать, дорогие наши бывшие друзья, вы больше даже не притворяетесь, что вы просто помогаете Украине, вы руками Украины ведете войну против России, значит Россия признает, что она ведет войну с вами, со всеми вытекающими последствиями и всеми доступными ей средствами. Украинские западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном пропуске Сиди Хуэл. Вражеские атаки на приграничье не прекращаются. Власти усиливают меры безопасности, устанавливают вот такие бетонные модульные конструкции в тех местах, где больше всего людей, и ремонтируют на тех территориях, которые чаще подвергаются вражеским обстрелам. Толстые бетонные стены защищают от поражающих элементов. Дополнительные модули устанавливают в Октябрьском. Обстрелы каждый день у нас тут. И грохают, и бьют, и эти дроны летают. Плотная жилая застройка. До ближайшего укрытия около километра. Детей надо укрывать. Вот недавно мы гуляли, беспилотник летел, а вот прятаться негде. Вот они кружат, 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 без конца кружат. Жители здесь живут, ходят в центр, в аптеку, в магазины. И при, как говорится, угрозе бегут, но не успевают, потому что здесь же нет промежутки большие. Бетонные капсулы, или, как говорят белгородцы, островки безопасности, не раз спасали во время обстрелов. Укрытия помогают. Я недавно попала под обстрел, прям на площади. Ну, прям над головой взорвалась, забежала оттуда. Сразу душа успокоилась, честно. Захожу с коляской, женщина тоже там прям молитвы читала, стояла. Страшно, честно. Место установки модулей жители выбирают сами. Производят защитные конструкции на белгородских заводах. Укрытия, устанавливаемые у нас в районе, имеют стандартные размеры 4,20 на 2,40. Они у нас изготавливаются в течение суток. Ну, сейчас мощности завода хватает, чтобы изготавливать 5 укрытий в день. До конца рабочей недели в Белгородский район привезут еще 20 модулей. Бетонные капсулы появятся также в поселках Дубовое, Майске, селах Товрово и Беломестное. И, конечно же, те учения, пусть с использованием нестратегического, тактического ядерного оружия, которое сегодня российская и белорусская армия проводят совместно, это тоже элемент наших возможностей по оккупированию будущих угроз. Агрессор наглеет, когда чувствует свою безнаказанность. А когда у него, у политического руководства агрессора, когда ему на стол, их натовские военные приносят разные варианты, всегда вот этот козырь, чтобы при определенных форс-мажорных обстоятельствах, ну а какие это форс-мажорные обстоятельства? Вторжение группировок Альянса на территорию Украины и вступление в боевые действия против Российской Федерации. Это Казбель, война. И в этом случае, конечно же, мы должны совершенно четко для себя, по крайней мере, все наши планы, а самое главное, практические механизмы отработать. Что сегодня и происходит. И это правильно. Это не подготовка к ядерной войне, это наши возможности реагировать в случае, если, не дай бог, вдруг до этого дело дойдет. А чтобы не дошло до этого дела, у нас должны быть и возможности, и обученные части, и, разумеется, политическая воля. Особисто я задоволена, что в Росії фактично ледь не законом, але заборонено використовувати социальні мережі. Росіян набагато менше стало в наших тіктоках, інстаграмах, ну і, звісно, в Фейсбуці. Так, вони все ще використовують VPN-и, и деколи можно натрапить на их видео. Но, насправді, для подготовки наших випусків нам все ж таки доводиться проводити ретельнішу роботу. Одним словом, від чого нас захищає цей барьер заборони? Від того, як насправді вони живуть, что вони насправді обговорюють, і що в кейстинах в них відбувається. В їхніх глибинках, в їхніх великих містах, в їхніх оселях, і найволовніше, в їхніх головах. Як завжди, найулюбленіше те, що ми відшукали, як ті інспектори. В їхніх соціальних мережах ми покажемо далі. Ніхакой военкомат на угрешкі відказується вообще що-либо приймати. Вони держатся вне закона. У нього відкритий больничний, він не має права його там держати. Він асматик, і вони відбували у нього все інгалятори. І він може, чоловік, просто у нього металітальний схід, він може підтавитися. А, вот, пожалуйста. В цифровому профилі гражданина воно храниться і обрабатуватися з можливостю предоставлення 150 видів сведений о гражданах. Создання цифрових профилей на кожного гражданина було завершено в прошлом году. Официально. В 21-м году, коли я смотрел свій цифровой профіль, там було 48 параметров. По моєму мненню, і зараз там не менше 80-100 параметров. Але це лише моє мнення, я не знаю. Але всього в цифровому профилі на кожного із нас буде 150 параметров. Представляєте, це вот, що о нас государство должно знати. Вот ви можете взяти авторучку, ви же себе знаєте хорошо, опишите себе. Ви зможете сами на себе написати 150 параметров вас характеризуючих. Ну, там, СНИЛС, номер паспорта, рост, вес. Час. Коли я говорю, що государство, о нас знаєте все, я знаю, що я говорю. Самара. І тут живуть люди. Судя по ковру, не просто люди. А уважаємі люди. Як менимум герой війни. О, як в воду глядел. Будущее елита России. Дякую, дякую за победу. Дякую за машину. Дякую за перегляд. 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 что я ему не нравлюсь, я ей там не нравлюсь. Почему люди мне выражают восхищение своё? Почему так происходит, вы не думаете? Но так вот, я вам открою секрет. Даже если весь мир будет против меня и против моей красоты, а один человек будет за, я уже буду считать себя очень-очень красивым. Ребят, чего и вам желаю. Перестаньте видеть себя глазами других людей. Это их восприятие, это их видение вас. У вас должна быть настолько непоколебимая вера в свои внешние качества, что ни одно мнение, ни один проходящий человек, мнение этого человека не должно на вас повлиять. Люблю, целую, обожаю. И на самом конце, единственное, что мне остается, друзья, вам нагадать, это то, чтобы вы в эйфории и гердому настрою не забыли. После всех этих пекельных ворошен, конечно, оставьте нам в подобайку. Только таким образом мы сможем распространить весь собственный контент. Ну и, конечно, подписывайтесь, обовязково подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Кажут, что нашим подписчикам особо счастить. Бережьте себя, бережьте Украину. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok